Здравствуйте, дорогие друзья! Мы подошли к последним эпизодам Саран Корката. Дальше будет немного легче, это потому что следующий Саран похож на предыдущий Саран, но немного отличаются. Различия в основном в ритме. Теперь позвольте мне сыграть вам следующий Саран. Это звучит как короткий переходной Саран, выполненный после нашего первого, самого важного среднего Саран. Интонация этого Саран, аналогичная интонация Саран, выученных и сыгранных, но... Немного сокращена. Следующая вариация этих Саран слегка ускоренная в версии. Я играю повторно, медленно. Два звука. Три звука. Теперь четыре. Теперь я буду играть Саран, такой же, как наши первые третий Саран. Вы можете видеть, что тот же Саран повторяется и здесь. Этот Саран не похож на остальные сыгранные Саран. Например, если впервые... Этот Саран не похож на остальные сыгранные Саран. Из них изменены как на этот раз. То есть три звука взяты подряд. Ки заканчивается. Ки заканчивается. Друзья, при изучении Ки учитесь не спеша, внимательно. Следите за движением Схыша, надавливанием левой руки, то есть надавливанием пальцами на струны, вплоть до перехода от струны к струне. Самое главное, повторяю, это Схыш. Убедитесь, что Схыш идет прямо. Если направление Схыш изменится, ваш звук будет плохого качества, и вам будет трудно получить хронические звуки. А теперь давайте подведем итог этого Ки. Сыграем от начала до конца. Схыш. 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 Асим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, на этом заканчивается изучить Кью Корхата. Повторяйте сегодняшние уроки, работайте со своими техниками. До скорой встречи! Продолжение следует...